В особо экономической зоне узловая Тульской области начинает работу новое предприятие. На заводе будут выпускать гибкие трубы для насосов и компрессоров. Сейчас на прямой связи со студией специальный корреспондент Артём Потёмин. Артём, приветствую. Уже известно, кому завод будет продавать свою продукцию. Да, коллеги, я вас приветствую. Ну, во-первых, конечно же, отечественным компаниям, тем компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа, но уже есть планы по освоению и экспорта. В частности, в ближайшие месяцы здесь ждут ряд делегаций стран Европы и Ближнего Востока для того, чтобы уже непосредственно на производстве обсудить перспективы сотрудничества. Ну и стоит отметить, что действительно правительству Тульской области удалось создать у себя в особой экономической зоне узловая наиболее благоприятные условия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов, чтобы они здесь могли развивать, создавать свои проекты. Например, в машиностроении, производстве современных материалов и даже в сельском хозяйстве. Ну, стоит отметить, что еще год назад здесь было чистое поле, а сегодня, как вы можете видеть, уже полноценное предприятие, причем без преувеличения, с приставкой высокотехнологичное и передовое. Вся продукция выпускается в соответствии с международными стандартами. Действительно, завод будет производить так называемые колтюбинговые трубы, то есть гибкие, они предназначены для компаний, занимающихся добычей нефти и газа. Но это только первая ласточка, кроме того, в особоэкономической зоне Узловая появятся еще и другие резиденты, какие, рассказал нам сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Мы прекрасно понимаем, что это только начало нашего движения, мы в начале пути, и еще семь резидентов в скором времени начнут свою деятельность. Это тоже высокотехнологическое производство. Ну, я уверен, что у нас впереди еще не один формат международных экономических форумов, и правительство Тульской области сейчас проделывает большую работу для привлечения новых инвесторов, новых инвестиций, новых резидентов. Ну, а сегодня утром открылась железнодорожная ветка новая, которая свяжет индустриальный парк Узловая с московской железной дорогой. Так что с доставкой оборудования, стройматериалов и сырья для производства проблем теперь уже точно не будет. Ну, а само название, действительно, Узловая, говорит о том, что объект этот расположен вблизи крупных транспортных артерий. С одной стороны трасса М4 Дона, с другой М2 Крым. Теперь появится еще и железная дорога, да и, в принципе, проект индустриального парка Узловая создавался как такое некое связующее звено между основными, самыми крупными промышленными центрами Тульской области. Это непосредственно столицы Тулы и города Новомосковска. И вот, что сегодня сказал Алексей Дюмин на открытии ветки железной дороги. Тульской области был открыт и создан в 2013 году. И правительство Тульской области поставило перед собой задачу сделать полностью, обеспечить его инфраструктурой. Сегодня для нас значимое событие, конечно, это открытие железной дороги. Мы прекрасно понимаем, что это необходимо для тех резидентов, которые здесь уже трудятся, которые открывают свои предприятия. И мы прекрасно понимаем, что это еще один толчок, еще один импульс для привлечения новых инвесторов, для привлечения новых резидентов. Один из основных инвесторов индустриального парка – это дочерняя компания китайского автомобильного гиганта Great Wall Motors. Соглашение о строительстве завода в Тульской области подписали в 2014 году во время визита президента России в Шанхай. Ну, а запустить производство должны уже в следующем году. И вот про инвестиции также в Тульскую область мы поинтересовались и у министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина. Совокупный объем инвестиций здесь полтора миллиарда, где-то 800 миллионов уже проинвестировано. Что очень важно – это новые технологии, это современные стандарты, такое производство, которого еще нет в России, поэтому та продукция, которая здесь будет производиться, она будет востребована и будет замещать в том числе продукцию, сейчас завозимую из других стран. На предприятии, на новом, встроящемся автомобильном заводе будут работать 2500 человек. Первые тульские кроссоверы и внедорожники должны сойти с конвейера в 2019-м. Ежегодно здесь смогут выпускать по 150 тысяч машин, так что осваивать планируют здесь не только российские рынки, но и соседние, например, рынки Белоруссии. Туда будут поставлять автомобили, произведенные здесь, в Тульской области. Коллеги. Спасибо. На прямой связи из Тульской области был наш специальный корреспондент Артем Потемин. Продолжение следует...